В синий угол ринга боксер из Южноафриканской Республики To the blue corner from the Republic of South Africa Сибусисо Зинганге Ну что ж, друзья, ну вот и главный, заключительный бой нашего сегодняшнего вечера, нашей программы Поллегкий вес В ринг выходит наш гость из ЮАР Сибусисо Зинганге 14 победных боев за плечами у этого спортсмена 4 раза он выигрывал досрочно Трижды проиграл, однажды также нокаутом И два боя завершил в ничью Но последний бой, вот перед тем, как приехать в Москву Он выиграл, выиграл нокаутом в восьмом раунде Бою, который был рассчитан на 12 раунд Ну и в целом у него было несколько 12 раундовых поединков Если точнее, 4, которые прошли всю дистанцию Но, с другой стороны, он дрался исключительно у себя дома На родине дрался с соотечественниками Кстати, среди них можно отметить двух человек Принц Длома, который известен тоже нашей публике Ну, как минимум, поединками против Имана Ахмадова и Георгия Чаланцаева Но и также еще Джеремая Накатила Который, в свою очередь, проиграл Евгению Чупракову в 2016 году Им обоим Кобисо проиграл Но и тот и другой, которым проиграл сегодняшний наш гость Приезжали в Россию и проигрывали на наших рингах Остается мне, что и у этого боксера, у Сибуси Суржинганга Тоже шансов чересчур много Выход Альберта Бадрагазиева, друзья Нашего замечательного боксера Вообще, олимпийца Который, наверное, будет самым ярким представителем Олимпийских игр в Токио Из нашей команды Замечательный боксер, серебряный призер чемпионата мира, неоднократный чемпион России, уже неоднократный. На профессиональном ринге провел два боя, сегодня третий поединок, оба раза выиграл, оба раза выиграл досрочно, но правда не сразу, один раз в седьмом раунде, другой вообще в заключительном раунде. Удалось ему сломить соперника, сопротивление соперника это было в десятом раунде. Ну, не этом силен Батангазиев, вот просто давайте внимательно посмотрим его поединок. Это эстетика бокса, друзья, это великолепная техника, это потрясающее чутье, чувство дистанции, ритма соперника. Я еще отмечу запредельную выносливость. Да, это само собой, это нарабатывается, а очень много у него, конечно, таких вот природных качеств, которые он развил. Восемь лет, рост сто семьдесят три сантиметра, вес пятьдесят семь килограммов, триста граммов. Провел на профессиональном ринге девятнадцать боев, одержал в них четырнадцать побед, четыре из которых нокаутом. Потерпел всего лишь три поражения, и в двух боях зафиксирована ничья. Чемпион Африки и обладатель титула WBA Pan African во втором полулегком весе. В двух боях зафиксирована, 28 лет, вес 173, вес 57.3 килограммов, профессиональный рекорд, 19 баллов, 14 victorias, 4 victorias by knockout, 3 defeats, 2 draw. WBA Pan African and African Boxing Union Superfeatherweight Champion from the Republic of South Africa, Simusiso Zingange. Красный угол ринга, боксеру 22 года, рост сто шестьдесят семь сантиметров, вес 57 килограммов, сто граммов. На профессиональном ринге провел два боя, и в обоих боях одержал досрочные победы. Четырехкратный чемпион России в олимпийском боксе, обладатель титула WBA Asia во втором полулегком весе, из России, представляющий города Нижний Варновск и Ижевск. Альба Альберт Батыргазиев, рефери в ринге Сергей Литунов. Ну что ж, друзья, давайте посмотрим. Я предвкушаю очень интересный, красивый бой в исполнении Альберта Батыргазиева. Желаю успеха, good luck, по главу. Round one. Да, и очень интересно еще наблюдать за тем, как Альберт перестраивается по ходу поединка, потому что иногда он начинает заниматься какой-то ерундой, потом сам же это понимает. Поехали. И дальше перестраивается. Я помню как раз диалоги его с Эдуардом Кравцовым, когда он сказал, что ты левша, я не могу подстроиться. Но что Кравцов на него так практически нагремел, сказал, а мы что отрабатывали? Под левшу как раз действовали. Давай, включайся, делай то, что мы на тренировках делали. И Альберт Батыргазиев просто абсолютно другим бойцом вышел на следующий раунд. Да, совершенно верно. Надо еще, конечно, похвалить Альберта и его наставника Эдуарда Кравцова, потому что они вот в преддверии Олимпийских игр, да, они не простаивают. Все-таки любительских турниров не так много, но Альберт выходит на все практически, не пропускает ни одну возможность появиться в ринге, испытать себя. Даже зачастую дерется на категорию выше соперниками. Что было на недавнем чемпионате России. Да, да, совершенно верно. Ну и также вот проводят профессиональные бои, которые ему дают почувствовать свою силу, силу удара, помимо всего прочего. При этом сразу же стартует с 10-раундовых поединков Альберт. То есть, причем тоже, когда даже дебютный был его бой в июле 2020 года, обсуждались очень часто эти вопросы. Он сказал, ну, неужели вы думаете, что если бы я не был уверен в своих силах, я бы вообще-то не вышел на 10-раундовый бой? Конечно, конечно. И вспомним вообще всех замечательных боксеров. Тот же Костя Джу начинал свою карьеру с 10-раундового. Вернее, с боя с 10-раундового. Ну и здесь сейчас старт как раз вполне в духе по Торгазиева. Хорошо, корпус сейчас пробил Альберто, и снова повторяет. Подождите внимание на работу ног, на его перемещение, на его чувство дистанции. Создал соперника в углу. Здесь старается оказывать давление. Кстати, вот, как мы видим, у Сибуси Со на поясе написано Rip Sun, Rest in Peace Sun. Здесь, видимо, какая-то личная трагедия. Вы видите, да, на поясе у Альберто новая надпись появилась – «Алба». Это уже его такой фирменный знак, фирменный никнейм. Хорошо провалил сейчас. Широко очень атакует Юваровец. Голова летит вперед. Иногда ноги не успевают за ней. Остановился, перекрылся. Стоит у канатов. Диньганги надеется на то, что сможет пробить навстречу. Но пропускает очень неприятный удар в корпус. Заканчивается первый раунд. Заканчивается атака Альберта. Полностью под давлением Альберта этот раунд проходил. Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот мы похвалили Баттер Газива, сказали, что он не теряет времени, не простаивает, выходит на профессиональные бои, проводит третий бой на профи ринге. Но при этом, конечно, надо не забывать, что ему надо быть предельно осторожным, чтобы не травмироваться, не получить серьезную травму, потому что впереди все-таки Олимпиада в Токио, Олимпиада, которая может стать золотой для него, для этого есть все предпосылки. Да, естественно, Альберт вам тоже говорил, что олимпийских притязаний он у себя не снимает. Да нет, нет, это главное для него сейчас в карьере, безусловно. А потом уже, с медалью после Олимпиады, хорошо быть золотой, на что есть все шансы начать свою уже серьезную профессиональную карьеру. Так, смотрим дальше. Хорошо, перекрывается, вы видели, да? Возвращает после своей атаки перчатки на место, закрывает голову. Вот этими джипами подряд пытается заставить соперника поднять еще выше руки в голове, чтобы потом перевести удар на корпус. Дзуненко пытается ответить. Причем складывался его туда, но остановился снова у канатов. Неплохо защищен джуненко. Постоянно скрывается за блоком. Обратите внимание, насколько чистый бой. Практически нет остановок. Крефери, ну, просто ходит, наблюдает за тем, что происходит в ринге. Ну, а на ринге по-прежнему практически полное доминирование Альберта Ватергазиев. То есть пытается Дзинганга ввязаться, но не успешно. Кричен. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Третий раунд. Получил Альберт необходимые корректировки. Сказали, что первую минуту надо раздергивать, а вот уже со второй соперника можно и прессинговать. Но что Альберт, кстати, и делает сейчас, да? То есть не доносит удары, хотя мог бы, просто обманывает, просто финтит, заставляет соперника нервничать. Ну, пытается либо дёрнуть соперника на себя, либо обрезать ему угол и тогда уже остановить его. После этого проводить свою серию. Очень интересное пространство, да? Сибиряк против южноафриканцев. О, кстати, достал сейчас Зиньганга. Да, такой длинный левый выбросил удар. Посмотрите, сейчас жёстко пытается отвечать. Снова корпус пробивает. Удар у Зиньганга есть, конечно. Мы держим уровня, что у него четыре раза он выиграл нокаутом. Не очень много, но тем не менее. Ну и сейчас, кстати, надо отметить, что южноафриканец практически не идёт вперёд. Даже когда Альберт его приглашает на это движение, он не идёт вперёд, но при этом, оставаясь на своей дистанции, вернее, оставаясь на ногах, очень серьёзно пытается контр-атаковать. Причём вкладывается в эти удары. Опять-таки, конечно, немножко разбросило, немножко широко. Хорошо сейчас развернул соперника и снова от Иргазиев. Да, и просит как раз у Альберта разбивать защиту соперника правой и не так часто подключать. И вот опять зевнул, кстати, удар. То есть уже так заходит. Ну, что-то уже должно проходить. Боксирует и не можешь удары не пропускать. Просто скинул с себя с Акверника Альберт, который пытался повеснуть на нём. Стой! Альберт! 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 Продолжение следует... 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 хорошо остановил соперника в углу дача как немножко присел на канаты да ну там да да вот эту плотность которую альберт предлагает сопернику конечно она должна сказаться да опять отталкивает сейчас альберт я не думаю что правда есть высота понимает команду не давить на русском но жесток на жест понимаем а а а а и 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 поторапливает летунок секундантов время следующего раунда вторая половина поединка началась Хороший одиночный по корпусу. В Зинг-Ланге разбит мозг. Это тоже, в общем-то, затруднит ему дела в поздних раундах. Тем более, что Арберт не собирается сбавлять предлоданного темпа. На скачке достал зыбом. Перестрелка одиночными ударами. Все стояли к тому, что должен хотя бы один раз четко попасть по корпусу Альберт. Вот Зинг-Ланг сейчас включил неплохую защиту корпуса. До этого такой не было. Но, с другой стороны, вот этих всех ребят из Африки как раз и называют подарок из Африки. Потому что далеко не всегда есть возможность посмотреть видео их выступлений. Вообще понять, какой техникой они обладают. Африки. Да нет, ну здесь ничего особенного. Средняя техника, выносливость хорошая. Пока внимательно работает. Старается не допускать грубых ошибок. Африки. Время идет. Усталость. И постоянный прессинг начнут сказываться. Сказываться, конечно. Должны сказываться. Безусловно. И еще раз скажу, что вот, во-первых, атакует он, когда вот, посмотрите, пытается отстреливаться. Да, чуть-чуть опускает руки. Довольно широко вот держать. Все-таки посылки к тому, что должен что-то серьезное пропустить. И вот сейчас листочками перекрывается супервайзер, тренер, я так понимаю, и врач еще. Ну это летит. Кровь летит, я думаю. У нас Борис Сергеевич тоже, когда мы работаем с арены периодически. Бывает. Когда сидим там у ринга. Хороший апперкот сейчас, кстати, у Бутергази удался. И опять встречный. Здорово. Остань! Так, давайте послушаем. Кровцова. Вот как широко разбросаны руки у африканского боксера. Седьмой раунд, между тем, напомню, что один бой в седьмом раунде закончил, Альберт, второй, в десятом, но тоже досрочно успел до финального гонга. Ну да, если первый бой там был отказ угла, то во втором технический накап просто уже додавил. Вот сейчас хорошо, кстати, так немножко нога дернулась у Сибусисо. Ответил он двумя по корпусу. Вот опускает руки, опускает, опускает постепенно. Смотрите, здорово, да? Закачался, закачался африкан. Вот сейчас хороший опять правый боковой заходит. Все в точности с подсказками Эдуарда Кравцова. И снова правый. Причем на опережение сейчас работает Батаргазеев. Не сбавляет темпы Альберт, продолжает, продолжает. Очень короткие паузы. Да, скорость чуть-чуть снизилась сейчас в действиях Альберта. Но все-таки вот, что я говорил, то, чего вы ждали. Ну конечно. Удар по корпусу и прям посадил сейчас Сибусисо. И я так понимаю, что не очень намеревается подниматься. Все. Нет, нет, готов, да. То есть дождался, дождался, да, финального. Ну так, да. Отчет. Молодец, ждал до упора. Ну и будет дожимать, естественно. Времени мало осталось. Мало времени осталось. Прям прячет корпус сейчас, да, туда аж усаживаясь на канаты Сибусисо Зинганга. Но здесь больше, да, оттолкнул уже и выбрасывает полотенце, да. И полотенце выбросили из угла. Бой окончен. Финальный удар, правда, Альберт Батаргазеев нанес уже по лежащему сопернику практически. Ну так, и где-то там был момент, что он просто оттолкнул и нервы у секундантов не выдержит. Ну то есть формально, конечно, Сибусисо мог продолжать поединок. Но, опять же, зачем бы мы его мучить? Ну вот смотрим повторы. Вот здесь попадание. И уже, ну видно было, да, что здесь вот отталкивал Альберт. И финальный удар. Ну так, собственно, все-таки стоит... И Летунов поймал полотенце. Ну и прям в него кинуть, да. Ну что ж, очередная, яркая, убедительная победа Альберта. Что мы от него и ждали. Можно? Тренер и ученик в прекрасном настроении. Ну вот как только, да, действительно, четко выстроенный план, сколько он добавляет к тому, что ты завоеваешь победу. То есть как только, да, сакцентировал внимание Эдуард Кравцов, своего подопечного, на том, что отрабатывает правым по корпусу, и этот правый тут же зашел правый боковой. Ну, подходит, благодарит Сибусисо. Ну, знаешь, на чем я сейчас на какой мысли себя поймал? Что Эдуард Кравцов, он, конечно, растет года к году от турнира к турниру как тренер уже давным-давно и продолжает этот свой рост. Но вот есть у него такое тренерское, ну, не чутье даже, а счастье, я бы сказал, когда к нему попадает такой материал. То Миша Алаян, теперь Альберт Батаргазиев. Итак, дамы и господа, рефери этого боя Сергей Ледунов восстановил поединок через 2 минуты 7 секунд седьмого раунда. Победу техническим нокаутом одержал и остался непобежденным Альба Альберт Батаргазиев. Хорошо, друзья, поздравляем Альберта, замечательный бой, замечательное завершение турнира. Симусисок, кстати, молодец, очень достойно принимает это поражение, то есть нет в него какой-то там агрессии, да, подошел с улыбкой. А какая агрессия, он проиграл. Ну, бывает иногда такое, да, то есть особенно проигрывает там досрочно. То есть не раз же видели, что кто-то недоволен там. Ну, бывает спортсмен недоволен, когда считает, что что-то было несправедливо, что его засудили, но здесь этого нет. Вот как раз повторы. Вот прям сам Ариф. Но здесь, тем не менее, надо отметить, что Землянга все-таки несколько очень хороших эпизодов себе забрал, то есть те самые попадания у него. Слева не раз они цепляли Альберта Батрогазеева, но дальше... Но никак не действовали совсем. Но, да, согласись, но как раз одно из этих попаданий было. Но дальше потом на фоне усталости, которая наступила в седьмом раунде, при такой плотности боя, тут уже, действительно, Сибу Сесо не смог совладать с Альбертом. Хотя Альберт тоже, я обратил внимание, что в седьмом раунде его руки стали лететь чуть помедленнее. Ну, и вот она. Ну что ж, друзья, вы все посмотрели. Замечательная победа. Такой финальный отвод в этом вечере. Ну, а мы с вами, ваши комментаторы Роман Гришин и я, Борис Скрипков, будем с вами прощаться. Смотрите бокс, держите удар, все будет у вас замечательно. Но наша трансляция сама по себе не заканчивается. И предлагаем вам посмотреть самые интересные бои, которые предшествовали этому бою.